Эмпатия и политические взгляды связаны, выяснили ученые-психологи давно интересуются тем, как личностные качества и когнитивные способности связаны с политическими предпочтениями и склонностью к предрассудкам. Результаты предыдущих исследований показали, что люди с более низкими когнитивными способностями склонны придерживаться правых и предвзятых взглядов. Однако лишь небольшое количество исследований было посвящено связи эмоционального интеллекта и политической ориентации. Люди с низкими когнитивными способностями более предвзяты, чем остальные о связи мозга и политических предпочтений ученым известно относительно недавно. Считается, что политические взгляды – сложнейшее проявление мозговой активности. Так, нейробиологи доказали, что мозг либералов и консерваторов работает по-разному. С помощью магнитно-резонансного сканирования специалисты изучали активность мозга в процессе принятия людьми решений, непосредственно связанных с риском. Результаты показали, что существует разница в работе тех участков мозга, которые более активны у тех, кто относит себя к консерваторам или либералам. В 2017 году было проведено исследование, результаты которого ученым удалось воспроизвести сегодня. В ходе исследования ученый протестировал более тысячи бельгийских студентов. Специалисты хотели измерить их эмоциональные и когнитивные способности, а также узнать их политические предпочтения. Результаты показали, что учащиеся с более низкими оценками по когнитивным и эмоциональным тестам с большей вероятностью имеют более высокие оценки по тестам, измеряющим правосторонний авторитаризм и ориентацию на социальное доминирование. Выходит, что люди, которые в ходе исследования набрали меньшее количество баллов по признаку эмоционального интеллекта, с большей вероятностью придерживались правых и немного расистских взглядов. Однако исследование установило только наличие связи, а вот причинно-следственную связь выявить не удалось. Иными словами, почему так происходит, наверняка не знает никто. Новое исследование, опубликованное в журнале Emotion, дополнило ранее полученные результаты. Люди со скудными эмоциональными способностями, как и люди с дефицитом таких способностей, с большей вероятностью придерживаются правых взглядов и склонны к предубеждениям. В новом исследовании ученые оценили политические взгляды и эмоциональные способности 1983 бельгийских студентов. Чтобы измерить эмоциональные способности, участники прошли три теста, ситуационный тест эмоционального понимания, ситуационный тест управления эмоциями и Женевский тест распознавания эмоций. Способность понимать окружающих делает вас менее склонным к предубеждениям, как правило, люди со склонностью к правому авторитаризму охотно подчиняются властям и проявляют враждебность по отношению к людям за пределами своих групп. А те, кто ориентирован на социальное доминирование, как правило, не любят элитаризм и предпочитают неравенство внутри и между социальных групп. По мнению автора исследования Алена Ван Хиля, профессора в Университете Гента, Бельгия, результаты проведенных исследований означают, что людей, которые поддерживают сильных лидеров и для которых важен их авторитет, не заботят проблемы неравенства, а ведь именно они лежат в основе большинства политических идеологий. Именно такие люди обладают более низкими эмоциональными способностями. Более того, люди, которые набрали меньше баллов по когнитивным и эмоциональным тестам, были более склонны соглашаться с такими утверждениями, как белая раса превосходит все другие расы. Однако ученые отмечают, что нельзя дискредитировать какую-либо идеологию на основе полученных результатов. Только в отдаленном будущем мы сможем оглянуться на наше время, и тогда мы, возможно, сможем понять, какие идеологии были лучшими. Не стоит забывать, что люди с развитыми когнитивными и эмоциональными способностями тоже могут принимать неправильные решения. И все же, авторы исследования предполагают, что люди с более низким эмоциональным интеллектом меньше сочувствуют и менее чувствительны к восприятию чужих эмоций и отличны от их собственной точки зрения. А вот причины, по которым это происходит, ученым еще предстоит выяснить. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.